С детства все свободное время Евгений Архипов посвящал спорту. Увлекался сам и учил мальчишек во дворе играть в футбол. Уже в 13 лет Евгений создал свой футбольный клуб, а в 15 стал лучшим тренером в городе. Когда предложили стать тренером-общественником в Самарском районе, сразу согласился. Мне ничего собирать не надо было. У меня уже все ребята уже были. С самого начала, когда я еще не работал тренером, у меня уже здесь все было и мне даже ничего собирать не надо было. Мне было проще, чем остальным тренерам-новичкам. Работу тренеров-общественников высоко оценили и представители спортивных федераций города. На встрече с руководителем департамента физической культуры предложили расширить полномочия дворовых спортсменов. Если бы целенаправленно эти ставки направлять на развитие, допустим, тренера по хоккейу и футболу, чтобы он вел, развивал и футбол, и хоккей в данном микрорайоне или районе, это мне кажется, развивалось бы получше. Свои предложения могли высказать представители всех спортивных федераций. Многие сошлись в одном – спортивных площадок в городе должно стать больше. Спортсмены федерации кикбоксинга уже несколько лет качуют с места на место. Своей постоянной площадки нет до сих пор. У нас нет базы вообще. Мы показываем результаты. Мы приехали только к чемпионату мира, мы среди студентов привезли золото и серебро. Детям заниматься в общем-то негде. Мы уже какой год качуем из зала в зал. Наличие вот этой проблемы, она касается не только вашего вида спорта. Это, в принципе, на сегодняшний день проблема общая. Поэтому мы сейчас обсуждаем эти вопросы для того, чтобы каким-то образом как-то ситуацию переломить и как-то разрешить этот вопрос. Для того, чтобы у каждой школы, у каждого вида была своя инфраструктура и вопрос понятия. Тем не менее, все равно мне объяснительное письмо сбросите, где вы сейчас находитесь, в каком зал. Предложений у самарских спортивных федераций много. Руководитель департамента физической культуры Виктор Ольховский отметил, ведомство создано недавно, поэтому все федерации могут активно участвовать в формировании планов работ департамента. Вместе будет проще поднять спорт в Самаре на новый уровень. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События.